Приветствую вас в видео, в котором я покажу вам, как создать свой сайт за час. Я думаю, что часа должно хватить на создание сайта. Я покажу вам, как это делается. Вы убедитесь в том, что создать сайт вполне реально, и ничего особо сложного в этом нет. Я вам покажу от начала и до конца. Плюс мы создадим сайт на бесплатной основе. Мы не заплатим ни копейки, и сайт наш будет работать в сети интернет. Как я уже сказал, приблизительно за час работы. Не буду делать длинные вступления, иногда меня обвиняют, что я слишком долго рассказываю, поэтому постараюсь быть кратким. Первое, что я хочу вам сказать, это если вы новичок и никогда не создавали сайты, это видео будет именно для вас. Для того, чтобы вы увидели, как создается сайт, и поняли, что это на самом деле очень легко, и у вас все обязательно получится. Вы сделаете свой сайт, и я вам покажу, как это все нужно делать. Значит, начинаем. Первое, я буду использовать хостинг Хостингер. Насколько я помню, он это украинский хостинг, поэтому я не уверен, что он будет работать в России, но вы можете попробовать, либо же найти другой какой-то бесплатный хостинг. Их сейчас очень много. По крайней мере, для тестов, чтобы поучиться. Найдите, напишите в поиске бесплатный хостинг, и поищите, какие там варианты будут. Это несложно. Значит, я буду использовать хостингер, и на его примере вам покажу. Заходим на хостинг. Вот его ссылка. В принципе, в конце, под этим видео будут все нужные вам ссылки, в том числе и на хостингер. Поэтому об этом не переживайте, в крайнем случае вы ссылку получите. Ну и плюс там дополнительный документ, который поможет вам, такую памятку, которая поможет вам вспомнить, что нужно делать, чтобы создать свой сайт. В общем, я постараюсь для вас сделать все, что можно, чтобы вам было удобнее. Значит, здесь выбираем хостинг. Здесь видите три тарифных плана, бесплатный, премиум и бизнес. Мы выбираем бесплатный. Нажимаем заказать. Теперь нам нужно зарегистрироваться. Здесь нужно ввести имя, email адрес, придумать свой пароль и ввести вот эту ужасную капчу. Давайте этим и займемся. Так, вот я ввел свои данные. Сразу рекомендую вам, всегда заводите, не переносите этот момент на потом, потому что очень быстро вы потом забудете все нужные вам данные. Сразу же или в текстовый документ переписывайте, или на бумагу, в блокнот, в тетрадку. Запишите желательно вот эти свои данные. Записывайте пароль. Придумывайте пароль на английском языке. Можете вводить буквы и добавлять к ним цифры. Также email адрес свой введите. Пароль желательно делайте не меньше из семи символов. Дальше здесь нужно поставить галочку «Я согласен с условиями договора». Если вам интересно, можете его почитать. И нужно вводить вот эту капчу. Здесь такие непонятные капчи, поэтому я их не очень люблю. Но постараюсь угадать. Так, как мне кажется, я ввел правильно, но возможно я и ошибаюсь. Здесь иногда приходится несколько раз вводить. Нажимаем «Создать аккаунт». Пробуем снова. Еще раз ставлю «Я согласен создать аккаунт». И вот, наконец-то, мы создали свой аккаунт. Вот у нас появилась страница. Теперь нам нужно зайти в свой почтовый ящик и подтвердить наш почтовый ящик. Вот мы находимся в нашем почтовом ящике. Здесь подтверждение регистрации клиента. И здесь нам нужно просто перейти по вот этой ссылке. Здесь мы сейчас начнем создавать наш бесплатный тарифный план. Но посмотрим, что у нас еще за письмо. Письмо регистрации клиента. Здесь все наши данные, наш e-mail адрес и пароль, который мы создали. Можете это письмо также сохранить. Переходим на вот эту страницу, которая у нас открылась. И здесь нам нужно, вот здесь в бесплатном, нажать «Заказать». Теперь здесь нам нужно выбрать домен. Значит, если у нас домен, если у вас есть свой зарегистрированный домен, вы можете сюда его ввести. Но потом вам придется DNS сервера переводить и так далее. Ну, об этом моменте в конце я расскажу немного. Ну, а здесь нам нужно выбрать бесплатный субдомен. Вот его будет окончание «EasyS». Или же здесь можно выбрать вот такие варианты «16MB.com». Ну, в общем, вы видите вот эти названия. Выберите, какой вам больше нравится. Это бесплатные субдомены. И здесь вам нужно ввести его название. Сейчас я введу название. Для того, чтобы придумать название своему сайту, вы можете, в принципе, по-русски его придумать, но вам нужно сделать транслит. Транслит по-русски, видите, есть такой сайт. Заходим сюда. И здесь вы можете ввести русское слово, потом нажать здесь «Транслит» и оно будет английскими буквами. Я не стал долго париться. Я сейчас просто ввел тестовый блог, так как этот блог действительно будет тестовым. И просто здесь ввел тестовый блог. Тире я поставил, так как в домене не должно быть пробелов. Должен какой-то стоять символ. Я поставил тире. И здесь нам, чтобы перевести наш русский текст на латиницу, здесь нажимаем «Втранслит». И вот уже наше название. Я беру его. Ctrl-C копирую. Или же вот таким образом. Правая кнопка мыши. Копировать. Заходим, возвращаемся на данную закладку. И сюда его вставляем. Теперь нажимаем «Пароль» для того, чтобы проверить, подойдет или нет. Пока нас ни о чем не предупреждают. Возможно, и подойдет такое название. Здесь опять же придумываем пароль и опять же записываем его в нашу тетрадку, в наш блокнот. Вот я придумал пароль, ввел, ввел опять же латинскими буквами и добавил цифры. Придумал, ввел. Можно нажать «Генерировать» и опять же скопировать его в свой текстовый документ или переписать на бумагу. То есть, сайт сам вам создаст этот пароль. Но я придумываю обычно сам, поэтому я уже его ввел и записал себе в блокнот. Нажимаем «Продолжить». Так, субдомен не разрешен. Видите, здесь что-то не так. Или он занят, или еще что-то. Можем попробовать добавить цифру. У вас, конечно же, будет свое уникальное название, поэтому вам придется немножко подумать, каким его создать. Ну, мне для теста подойдет любой вариант, поэтому я просто добавляю цифру 1. Нажимаю «Продолжить». Не разрешен. Ну, не знаю. Возможно, из-за тире. Давайте уберем тире. «Продолжить». Опять не разрешен. Сейчас я попробую кто-нибудь изменить. Тестовый. Допустим, здесь единицу поставлю. «Продолжить». Да, вот с этими моментами бывают проблемы. Иногда начинается вот эта проблема с выбором названия. Но это всегда так. Возможно, вы при регистрациях уже с этим сталкивались. Особенно, когда почтовый ящик начинаешь регистрировать, и там вечно начинается. Такое существует, такое имейл существует и так далее. Вот здесь похожая ситуация. Давайте попробуем так. Я вот «Блог Ивана» ввел. Нажимаю «Продолжить». Вот выполняется. Возможно, подойдет. Отлично. Подошел. Вот теперь домен будет у нас такого плана. «Блог Ивана» и «ЗС». Так. «Я не робот». Нужно подтвердить. Ставим сюда. Нажимаем сюда. И здесь опять же «Капча». Вводим ее. «Агроу». Подтвердить. Так. Выберите ниже изображение паста, похожее на расположенный справа образец. Угу. Похоже, на мой взгляд, вот этот. Нажимаю «Подтвердить». А, нужно еще. Ну, тогда еще вот этот. Подтвердить. Я не робот. Я подтвердил, что я не робот. Нажимаем «Заказать». Видите, цена 0. Это нас устраивает. Так. Теперь. Вот мы зашли. У нас уже все здесь в ожидании установки. Теперь мы можем зайти на свой хостинг. Нажимаем здесь «Главное». И вот здесь, если мы вводим на хостинг, здесь появилась блок. Вот сюда нажимаем теперь. И вот мы попадаем в наш кабинет. В наш кабинет, где мы и будем работать. Здесь возможны инструменты. Мы их сейчас рассматривать не будем. И нам главное создать свой сайт. И сейчас, значит, еще раз я напомню вам. Вам нужно сохранить вот эту. Ну, допустим, на хостинг, если вы на главную зашли. Чтобы попасть в свой кабинет, выбираете «Хостинг». И здесь вот ваш домен. Нажимаем сюда. Так. Теперь что нам нужно? Нам нужно создать базу данных и установить наш движок. Так как мы сайт будем делать на движке WordPress. Значит, для начала я всегда создаю сначала базу данных. Вот мы переходим. Здесь у нас аккаунты, почта, домены и так далее. Нам нужно найти базу данных. Файлы. И вот они, базы данных. Здесь выбираем MySQL. Нажимаем на этот квадрат. И здесь нам нужно создать новую базу данных. Здесь нам нужно ввести имя, имя пользователя и пароль. Сейчас вводим эти данные. Так вот, я ввел данные. Значит, здесь имя базы данных MySQL. Тест. Имя пользователя. И ван я просто ввел. Вы можете вводить, как вам больше нравится. И дальше опять же придумал пароль. И эти данные рекомендую вам записывать в блокнот. Здесь нажимаем «Создать». И вот здесь, смотрите, ниже появилась наша база данных. С нужными нам данными. Теперь, так как база данных у нас уже есть. Кстати, обратите внимание, имя ее. Вот оно, полное. С вот этими цифрами. И плюс наш тест. Также имя пользователя, также имя базы данных. Ну, пароль, который вы придумали. Вот, имейте это в виду. Потому что, когда мы сейчас будем устанавливать WordPress, это вам понадобится. Ну, дальше вы все увидите. Теперь нам нужно скачать движок WordPress. Сейчас я покажу, как это и где это сделать. Заходим в поиск. И просто можно русскими вписываем WordPress. Здесь, видите, WordPress русский. Нажимаем сюда. И вот здесь. Вот мы на сайте WordPress нашего движка. И здесь есть «Скачать». Нажимаем «Скачать». Вот началась закачка нашего WordPress. Здесь я поставлю видео на паузу. Рекомендую вам немножко отдохнуть, чтобы информация лучше усваивалась. Поставьте на паузу видео, передохните. И дальше мы продолжим. Вы видите, уже закачался WordPress. Сейчас приступим к добавлению его файлов на наш хостинг. Так, начинаем. Надеюсь, вы отдохнули. WordPress наш закачан. Теперь эту вкладку можем закрывать. Возвращаемся на наш хостинг. Опускаемся. Вот здесь «Файловые менеджеры». Выбираем первый файловый менеджер. И попробуем с помощью его сделать то, что нам нужно. Суть такая. Нам нужно WordPress, наш движок, который мы скачали, его файлы добавить на хостинг. Хостинг, по сути, это место хранения файлов вашего сайта. Вот так, чтобы понять. Нам нужно эти файлы на него как-то добавить. Выбираем язык Russian. Нажимаем «Установить». Установить файловый менеджер. Не везде нужно устанавливать файловый менеджер. Это только на этом хостинге я такое увидел. Его еще нужно установить. Здесь появился «Файловый менеджер». «Открыть». Нажимаем сюда «Открыть файловый менеджер». Будем надеяться, что он будет работать. Потому что работает он не всегда. Сейчас подождем. Страница недоступна. Я нажал «Перезагрузить». Можно закрыть и попробовать еще раз открыть файловый менеджер. Раз здесь у нас не получается, значит мы попробуем через другой файловый менеджер. Значит, вот здесь «Файловый менеджер 2». Либо же нажимаете «Главную». Заходим опять же «Файлы», «Файловый менеджер 2». Здесь он, конечно, не самый хороший, так как он на английском. И тут всякие нюансы. Но я сейчас покажу вам, что нужно сделать. Значит, вот он открылся. И у нас здесь есть папка «Public.html». Вот она. В ней обычно хранятся файлы нашего сайта. Здесь нажимаем на нее «Public.html». Вы помните, что в основном на всех хостингах, хотя бывают исключения, но в основном на всех вот в папке «Public.html» хранятся файлы нашего сайта. Так как хостинг, по сути, и есть место хранения файлов нашего сайта. Вот мы сюда зашли. Здесь уже установленный нами, как вы помните, мы недавно установили файловый менеджер. Он тоже сохранился здесь. Мы его, в принципе, можем удалить, раз мы будем пользоваться этим файловым менеджером. Вы поставили галочку напротив него и нажимаем здесь «Delete». Здесь нужно нажать на галочку, то есть подтвердить нашу команду удаления. Сейчас он удалится. И мы опять начнем. Все, здесь нажимаем кнопку «Назад». Если вам непонятно абсолютно команды, вот эти на английском, правой кнопкой мыши, если у вас «Google Chrome», перевести на русский нажимайте, и здесь более или менее становится ясно, что нужно нажать. Значит, всегда обращайте внимание, что здесь у вас стоит. У вас здесь должно сейчас стоять «Public.html». Теперь нам нужно загрузить наш движок сюда на хостинг. Здесь кнопка «Загрузить». Нажимаем на нее. Здесь «Выбрать файл». Выбираем файл. Вот он наш WordPress 4.1. Это zip-архив. Кликаем на него и нажимаем «Открыть». И опять же ставим галочку. Нажимаем на галочку. Теперь нажимаем сюда «Назад». Вот у нас появился наш архив WordPress. Теперь нам нужно его распаковать. Ставим галочку напротив него. И здесь есть «Undzip». Если вы переведете, распаковать будет. Нажимаем сюда. И опять же галочку «Подтверждаем». Ожидаем, что сейчас будет происходить. Так, вот наш архив распаковался. «Undzip» архивис. Здесь нажимаем кнопку «Назад». Вот здесь. И вот у нас появилась папка WordPress. Уже распакованный архив. Этот архив мы можем удалить. Напротив него опять ставим галочку. И здесь «Delete». Кнопка. Нажимаем сюда. Опять же подтверждаем галочкой. И возвращаемся назад. Теперь заходим. Теперь нам нужно файлы, которые хранятся в этой папке WordPress. И вывести сюда, чтобы они находились здесь. Не в ней, а извлечь их из нее. Скажем так. Папку «PublicHtml». Заходим сюда. Нажимаем на ссылку WordPress. Здесь нажимаем «All». Выделяем все файлы. 19 их. И здесь нажимаем «Копии». Копировать. И вот здесь, на мой взгляд, идиотский момент. Либо, может, я чего-то не знаю об этом хосте, об этом клиенте, в общем, об этом файловом менеджере. Обычно, когда копируешь, есть кнопка «Просто вставить» и файлы вставляются. Но здесь же сделано по-другому. Здесь каждый файл нужно показать, куда его копировать. И вот сейчас нам нужно из папки «PublicHtml» из папки «WordPress» извлечь его в папку «PublicHtml». Что для этого нужно? Для этого нам нужно просто стереть вот это название «WordPress». Потому что, если мы его не сотрем, файлы скопируются туда же, откуда мы их и копируем. Прошу прощения за эту автологию. Сейчас вы увидите все. Вот мы удаляем название «WordPress» вот здесь, на всех файлах. И здесь, и здесь. Вот так можно выделять и удалять. Выделять и удалять. У нас должно оставаться вот так «PublicHtml» и «Slash». И на всех файлах делаем то же самое. Это, конечно, моторное занятие, но иногда приходится это делать. И еще хочу обратить ваше внимание, еще раз я уже об этом говорил, это в основном на вот этом бесплатном хостинге. С работой с сайта особо не замечал проблем, но вот с этими файловыми менеджерами там у них почему-то постоянная проблема. И вот приходится заниматься вот такими вещами. Обычно на платных хостингах вот этого делать не приходится. Так, вот мы удалили, а вот еще один. Удалили все названия. Обратите внимание, чтобы у вас везде было «PublicHtml». Вот такой вид. Сделали. И теперь здесь просто ставим галочку. И сейчас эти файлы скопируются, куда нам нужно. Папку «PublicHtml». Вот копирование закончено. Нажимаем «Назад». Здесь мы, смотрите, находимся в «PublicHtml». Папка «WordPress». Мы сейчас в ней. Значит, здесь нажимаем «Апп». Нажали. И вот мы находимся в папке «PublicHtml». И здесь вот они теперь наши скопированные файлы. Теперь вот эту папку, из которой мы извлекли файлы, выделяем и удаляем ее. «Delete». Вот здесь выбираем. Опять же ставим галочку. Здесь возвращаемся опять назад. И вот таким образом должны выглядеть файлы в вашем файловом менеджере. Папки «PublicHtml». «WordPressAdmin» пошли. И заканчивается «XMLRPK». Все. Вот это нормальный вид файлов нашего движка на нашем хостинге. Теперь рекомендую вам передохнуть, и мы начнем устанавливать наш движок. Это мы установили, перенесли файлы нашего движка на хостинг. Дальше мы начнем его устанавливать. Закрываем файловый менеджер. Вот здесь находим нашу ссылку. Вот эта ссылка на наш уже сайт. «WordPress» устанавливается таким образом, что чтобы зайти в установку WordPress, нам нужно кликнуть просто по ссылке. Нажимаем левой кнопкой мыши. И сейчас вы увидите начало установки нашего движка WordPress. Так, друзья, в общем, прошло определенное время. Не сразу подгрузилась эта страница. Значит, здесь на хостинге у них есть какой-то такой нюанс, что, я не знаю, поспевают у них файлы или что происходит. Вот сразу почему-то не воспринимается. То есть, если вы открыли вот эту страницу, нажали сюда, и у вас она не загрузилась, а предлагается перезагрузка, подождите какое-то время, я не знаю, может быть, минут 20, минут 15 где-то, и все начнет работать, потому что вот что-то у них, ну, опять же, это бесплатный хостинг. После того, как пройдет определенное время, у вас все вот это заработает. Вот оно заработало. Это начинается установка WordPress. Здесь мы просто нажимаем вперед. Теперь нам нужно ввести данные. Имя базы данных, имя пользователя, пароль и так далее. Возвращаемся на наш хостинг. Вернемся в нашу созданную базу данных. Вот они, базы данных MySQL. Открываем ее. От нас здесь просят войти, так как уже сессия закончилась. Это как раз относится к тому, что я говорил, не теряйте данные, потому что, видите, вот сейчас нам нужно ввести свой пароль. Вот я ввел, здесь можно нажать запомнить меня и нажимаем войти. Здесь можно сохранить пароль, чтобы Google Chrome всегда вам давал эти данные, чтобы вам каждый раз не приходилось их вводить. Еще раз заходим в базы данных, MySQL, сюда заходим. И вот она, наша база данных. Здесь имя ее. Я его копирую. И здесь имя базы данных. Вот сюда его ввожу. Ctrl-V. Вот я ввел. Дальше имя пользователя. Вот она. Копируем. Вводим. И здесь вводим пароль. Значит, пароль здесь нужно также от нашей базы данных, которую мы создали. Тот пароль, который мы придумали. Нужно его сюда ввести. Вот я ввел пароль. И здесь сервер базы данных. Вот он, MySQL сервер. Мы его копируем. И сюда вводим. Так, вот мы ввели все данные. Здесь нажимаем отправить. Сейчас WordPress будет подключаться к базе данных. Все в порядке. Видите, вы успешно прошли эту часть. Теперь нажимаем запустить установку. И здесь нам нужно вводить наши данные. Название сайта. Имя пользователя придумать. Пароль. Email адрес свой ввести. И разрешить или не разрешать поисковым системам индексировать наш сайт. Но об этом сейчас введем наши данные. Так вот я ввел название сайта. Имя пользователя. Еще раз повторяю. Вам нужно придумать отдельное. Я ввел админ пока. Можете придумать свое. Пароль в два раза придумал отдельный. Эти данные это все отличаются от тех, которые мы вводили. Базы данных, хостинг и так далее. Можете в принципе вводить те же самые. Это на ваше усмотрение. Но это уже другая регистрация. Поэтому здесь желательно вводить другое. Теперь обратите внимание, когда вы пароль вводите. Здесь у вас есть датчик надежный он или нет. В данном случае пароль надежный. Так как я ввел латинские буквы и цифры. Ввел один раз и второй раз подтвердил. То есть ввел то же самое для того, чтобы подтвердить, что пароль корректный. Что я ничего не перепутал. Теперь приватность. Разрешить поисковым системам индексировать сайт. Значит если вы уверены, что вы быстро сможете сайт сделать. То есть наполнить его данными и так далее. Настроить. Можете эту галочку оставить. Разрешать. Если вам нужно подготовить свой сайт. Можете пока эту галочку снять. Но в принципе это не особо важно. Если вы просто тестируете и учитесь. То можете вообще собственно на эту галочку не обращать внимания. Если это уже ваш сайт, который вы готовы, который будет работать. Здесь вам нужно решить. Это индексация сайта. Это поисковые системы будут смотреть, что у вас есть на сайте и так далее. Если галочка снята, значит у них будет написана команда им, что пока индексировать сайт не надо. Но в принципе если сайт новый, то можете эту галочку в принципе и оставить. Потому что они не так уж и быстро их индексируют. Особенно новые сайты. После того как мы ввели все данные. Опять же записали их к себе в блокнот. Нажимаем установить WordPress. Здесь можно сохранить пароль. Здесь нажимаем войти. Здесь у нас сохраненный пароль. Поэтому можем нажать здесь запомнить меня. Нажимаем войти. И вот наша панель управления нашим сайтом уже работает. Если мы сейчас нажмем вот здесь перейти на сайт. То по сути, как вы видите, вот он уже сайт в сети интернет. Под вот этим адресом, который мы заказали. Уже работает в сети интернет. По сути, вот ваш сайт. Но сейчас мы еще изменим тему и добавим запись. Пока можно хостинг и почту нашу закрывать. В принципе, теперь они нам не нужны. Мы теперь будем работать исключительно здесь на хостинг. Прошу прощения, на сайте. Значит, чтобы здесь войти в панель управления. Сейчас мы находимся на сайте. Это, вы не удивляйтесь, это такая по умолчанию тема стоит непонятная. Но по сути, это уже сайт. Чтобы войти в панель управления нашим сайтом. Вот она, вот эта кнопка WordPress. Нажимаем сюда. Дальше здесь слева вы видите меню. Меню нашего движка. Здесь возможная информация. Значит, здесь есть внешний вид. Наводим сюда. И здесь есть темы. Темы это темы оформления нашего сайта. Здесь по умолчанию три темы стоит. Вот как их активировать, допустим, если вы хотите. Вот, допустим, вот эта третья тема. Вы можете нажать посмотреть. Например. Как будет приблизительно выглядеть ваш сайт. Вот таким образом он будет выглядеть. Если вас устраивает, сохраните и активировать. Если нет, нажимайте вот сюда на крестик. Также эта тема можете, или сразу же можете активировать. Как вам больше нравится. Допустим, давайте вот эту тему сразу нажмем здесь. Активировать. И перейдем на сайт. Вот теперь вот таким образом наш сайт выглядит. Но мы поставим сейчас другую тему. Возвращаемся. Внешний вид. Темы. Здесь вверху добавить новую. И вот здесь нам предлагаются всевозможные темы. Бесплатные темы, которые мы можем использовать на нашем блоге. Должен вам сказать, с каждым годом они все лучше и лучше эти темы становятся. Поначалу были достаточно здесь мало выбор. Сейчас уже есть достаточно достойные темы, которые можно использовать. Здесь есть фильтры. Популярные, свежие. Давайте нажмем свежие, например. Вот такая тема. Здесь можно посмотреть. Также можно нажать популярные. Еще вы можете сюда название вводить. Можете фильтр характеристик. Если выбрать фильтр характеристик, то здесь вам предлагаются цвета. Какой дизайн вашего сайта будет приблизительно. Можете выбрать цвет. Дальше фиксированный, гибкий дизайн. Но это все нюансы. Это одна колонка или две колонки. Здесь всевозможные функции можно выбирать. Ну, допустим, синий я сейчас сделаю. И вот теперь можем посмотреть, применить фильтры. Здесь у нас будут в синем цвете сайты, которые считаются. Вот примерно так. Если не хотите изменить, сбросить. Значит, еще раз популярные нажимаем. Возвращаемся к нашим темам. И вот, допустим, вы какую-то хотите посмотреть. Вот, допустим, понравилась вам тема. Нажимаете просмотр. Описание и просмотр. Здесь на английском языке ее описание. А здесь, в этом окне, вы сейчас увидите, как приблизительно будет выглядеть ваш сайт. Но пока на нем материала нет, конечно. Сложно определить, что это. Но, тем не менее, видите, достаточно интересное оформление. Здесь идет сайта. Со слайдерами. Если вас устраивает, вы просто нажимаете установить. Если нет, опять же, вот сюда крестик. И ищите дальше ту тему, которую хотите установить. Вот, допустим, описание и просмотр вот этой темы. Ну вот, достаточно интересная тема. Здесь описание, как она будет примерно выглядеть. Ну вот, допустим, она вам понравилась. И вы хотите ее установить. Нажимаем установить. И здесь нам нужно только нажать активировать. Или же посмотреть можно, но мы уже и смотрели. Нажимаем активировать. Вот она, активная эта тема. Опять возвращаемся. Или открыть можно новые вкладки и смотреть изменения. Вот, примерно, вот такого плана наша тема. Это наша тестовая статья. Привет, мир! и так далее. Конечно, вы можете сказать, что здесь еще не доработано. Но это все нюансы. Конечно же, сайт нужно доводить своими руками до подходящего, до того, что вам нужно. Но, по сути, сайт у вас уже есть. Вы можете уже делать записи. Сейчас мы, кстати, перейдем к записям. Давайте заходим сюда. Темы, если вам какие-то уже не нужны, вы можете, чтобы не занимать место. В принципе, если у вас будет платный хостинг, чтобы место на жестких дисках не занимать, вы можете их удалять. Нажимаете. Еще раз покажу. Нажимаете информацию о теме. Здесь в углу есть удалить. Нажимаете удалить. В принципе, если они вам мешают. Если нет, можете их оставить. Также темы можно загружать. Сейчас я покажу вам, как добавить новую. И здесь есть загрузить тему. Допустим, вы на каком-то стороннем сайте. Есть сторонние сайты, на которых можно находить еще темы более интересные. Но есть они и платные, есть и бесплатные. Но с бесплатными нужно быть аккуратнее, потому что бывает там сторонний код, который может навредить вашему блогу. С этим нужно, конечно, разбираться. Но, в принципе, если у вас уже есть на вашем компьютере тема какая-то определенная, где-то вы ее взяли, нажимаете загрузить тему, выбрать файл и выбираете нужный вам файл. Нажимаете открыть, потом установить. И тема также установится. Вот таким вот образом. Теперь давайте добавим записи. Значит, записи вот здесь у нас. Мы нажимаем все записи. У нас первая вот эта тестовая. Мы можем либо ее изменить, либо добавить. Мы хотим добавить, допустим, новую. Нажимаем добавить новую. Здесь нам подсказки всевозможные. Здесь вписываем заголовок. Здесь текст. Вот вы здесь пишите свой заголовок. Здесь вписываете свой текст статьи. Дальше вы можете выбрать рубрику. Но пока рубрики не созданы, здесь у нас стоит без рубрики. Дальше вы можете здесь нажать посмотреть, как приблизительно будет выглядеть ваша статья. Сейчас откроется страница с предварительным просмотром. Вот видите, здесь заголовок. Здесь уже ваша статья. Рубрика ее. Вот приблизительно таким образом. Но это все тестово, поэтому, конечно же, здесь текста никакого я не написал особо. Вот. Ну, после того вы можете просто ее нажать сохранить. Она будет сохранена как черновик. Потом переделывать, работать над ней. И потом уже опубликовать. Когда вы ей довольны, вы нажимаете опубликовать. И вот сейчас мы смотрим. Так, это тестовое. Закрываем ее. Вот наш блог. Здесь только «Привет, мир». Если мы обновим, сейчас появится наша. Вот ваша первая запись. Вот она, наша статья. Вторая появилась. То есть вы уже можете добавлять свои статьи и писать, писать здесь. Давайте еще немножко глянем настройки нашего сайта. Заходим, опять же, в панель управления. Еще раз напоминаю. Записи добавляйте. Все записи. Вот сюда. Смотрите ваши записи. Здесь добавить новую. И добавляйте свои записи. Внешний вид. И здесь есть... Так, сейчас «Настроить». Это будет настройка нашей темы. Здесь название и описание вы можете. Вот здесь название есть. Видите, здесь идет еще один сайт на WordPress. Это лучше здесь впишите описание своего сайта. О чем ваш сайт? Небольшой фразой. Опишите, что на вашем сайте читатели могут найти. Изображение заголовка. Здесь вы можете создать заголовок размером шириной 1340 пикселей на 200. Вот здесь будет, я так понимаю, у вас квадрат. Вы можете в фотошопе сделать. Или на сторонних сервисах. Также, о которых я немножко еще расскажу позже. И сюда его нажимаете «Добавить». Выбрать файл. Находите его на компьютере. И устанавливаете. Выбрать и обрезать. Потом нажимаете просто «Установить». Дальше. Ну, background мы не будем менять. Виджеты здесь можно добавлять. Похожие записи. Это те, что есть. Можно нажать «Добавить виджет». Здесь есть всевозможные категории. РСС, архивы, календари. Облако меток и так далее. Вы просто берете, допустим, вот сюда. И облако меток. Можете заголовок давать, можете не давать. Нажимаете. Здесь, в принципе, просто без заголовка. Сохранить и опубликовать. Сейчас вот они метки у нас появились. Но, так как меток у нас еще нет, их не видно. Если хотите удалить этот виджет, нажимаете просто «Удалить». Вот они у нас сейчас метки. А, все, они уже исчезли. Вот таким вот образом. Это виджеты. Здесь можно вернуться назад. Вот так. Настройка темы. Сюда еще зайдем. Генеральные настройки здесь можете. Левый сайдбар. Вот здесь, видите, у нас сейчас он правый. Если мы нажмем, это вот видите, right sidebar. Если нажмем сюда, он переместится влево. Он с левой стороны будет. Правый. Вернем. Ну и так далее. Вы можете здесь или перевести на русский, как мы уже это делали. Заголовки. Видите, здесь у вас есть краткие описания. И так далее. Здесь, в общем, можете настраивать вашу тему еще вот в этих настройках, более точных настройках здесь. После того, как вы все сделали, нажимаете «Сохранить» и «Опубликовать». Здесь можно нажать вот сюда «Закрыть». Теперь обновляем наш блог. И вот приблизительно вот ваш сайт уже в работе. Вот он уже работает. Вы уже можете делать записи, уже даже можете давать ссылки своим друзьям на свои какие-то новые посты, на свои статьи. Уже, по сути, вы можете работать. Давайте, чтобы удостовериться, проверим. Берем вот эту ссылку нашего сайта. Копируем ее. Копировали. И проверим в каком-нибудь другом браузере, в интернет-эксплорере, допустим. Чтобы удостовериться, что мы уже работаем в сети интернета и у нас уже наш работающий сайт. Так, сейчас я вставляю ссылку. Internet Explorer подвис. Вставил ссылку, жму Enter. И вот, как вы видите, ваш сайт уже работает в сети интернет. И люди с любой части планеты нашей могут посмотреть вашу запись, почитать то, что вы пишете. Как вы видите, ну, мой таймер записи показывает 55 минут. Но, еще следует вспомнить, что у нас были проблемы с этими файловыми менеджерами, так как это бесплатный хостинг. Это тоже нужно учесть. Так, я думаю, было бы гораздо все быстрее. Плюс, я веду запись, мне иногда приходится останавливаться, чтобы что-то рассказать. Так что, я надеюсь, я доказал вам, что сайт можно создать за достаточно быстрое время. То есть, за определенные минуты. Даже не часы. Но, конечно, вы можете сказать, что здесь нужно дорабатывать. Я с вами абсолютно согласен. Нужно и хедер менять, желательно подстраивать под себя ваш блог, чтобы вам больше нравилось. Работайте с виджетами, и с записями, конечно. Нужно устанавливать еще расширения всевозможные, которые расширяют возможности вашего блога и упрощают вам работу. Также нужно работать со ссылками, чтобы ссылки были видеть не вот такого плана. Вопрос P равно 4. Это неправильная, нехорошая ссылка, чтобы они были более настроены. Конечно, нужно настраивать. На это еще требуется время. Но главное, вы увидели, что создать сам сайт, это очень легко, и вы это вполне можете сделать. Если же вас интересует более детальное рассмотрение создания сайта, если вы хотите очень быстро научиться создавать сайт, узнать все детали его создания, узнать сторонние сервисы, которые помогут вам при создании сайта. Как мы говорили, для того, чтобы создать шапку сайта, вам понадобятся дополнительные сервисы. Об этих сервисах я рассказал в своем видеокурсе «Вебмастер за 3 дня», в котором показан полностью процесс создания сайта, начиная от заказа хостинга и заканчивая добавлением баннеров, созданием меню, переводом тем. То есть, если вам попадется тема, которая будет, например, на английском языке, а вы хотите ее на русский перевести, я показал несколько способов, как это можно быстро и легко сделать. Также я рассказывал в видеокурсе, где можно найти дополнительные красивые темы для WordPress, то есть темы оформления, как вы видели. Вот мы сейчас создали сайт, мы добавили тему. Еще я рассказал о сторонних сервисах, где можно еще найти эти темы. Также я рассказал о сервисах, где можно создать шапку сайта, как это сделать, как добавить, также как добавлять баннера на ваш сайт, как создается меню, также расширение плагинов, какие вам потребуются для того, чтобы ваш блог лучше работал, расширять возможности своего блога. С помощью данных плагинов можно. В общем, вы увидите полностью процесс установки, создания сайта. Там ответы на многие вопросы вы найдете. И главное, что все очень просто. Вам достаточно смотреть видео уроки и повторять то, что в них показано. После чего вы создадите свой полноценный сайт. Также ссылки, которые я говорил, о них я рассказывал, которые должны быть красивыми, так сказать. То есть не вот эти вопросы, которые у нас появились в ссылках, а настоящие нормальные работоспособные ссылки. Вы узнаете, как правильно заказать домены хостинг, как привязать домен к хостингу, как работать с DNS серверами, как размещать файлы на хостинге, как устанавливать движок. Узнаете, как работать с базами данных, узнаете, что такое админка, как ей пользоваться. Научитесь добавлять материалы на ваш сайт, научитесь добавлять баннеры на ваш сайт. Узнаете, как поменять внешний вид вашего сайта, как перевести вашу тему на русский язык, как работать в текстовом редакторе вашего движка. Научитесь расширять возможности вашего сайта. Также вы получите нужные вам программы и ссылки. Все это и обо всем этом я рассказал и показал в видеокурсе Webmaster за 3 дня. Если вам интересно, если вы хотите быстрее создать свой сайт и уже уметь это делать, вам достаточно кликнуть по ссылке, которая будет под этим видео, перейти на страницу данного видеокурса Webmaster за 3 дня и нажать кнопку заказать. Заказывайте данный видеокурс, он является цифровым. После оплаты вы сразу же получите ссылку и сможете его скачать и начать уже создавать свой сайт. Вы создадите его быстро и уже будете уметь делать сайты и сделаете их столько, сколько вам понадобится. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Надеюсь информация была вам полезной. Как вы увидели, все достаточно просто. На самом деле вы обязательно создадите свой сайт и у вас все будет хорошо, у вас все получится. Желаю вам успехов, до новых встреч.